Всем доброго времени суток. Данный расклад для Наталии. Наталия, мы смотрим ваши отношения с задуманным мужчиной. К чему они в ближайшие 6-8 месяцев могут привести и как он относится к вам. Также я хочу посмотреть, какой позитив и какой негатив для вас может быть в этих отношениях. То есть именно как коснутся различные люди, окружающие этого человека, как они коснутся именно вашей жизни, как они могут на нее повлиять. Первое, что мы спрашиваем, это что он думает, что он чувствует, какие у него намерения относительно вас, поведения, какой может быть негатив вам от него, с его стороны вот этих отношений. Ну-ка, что у нас здесь? Император выпал, но выпало слишком много карт для того, чтобы их сейчас трактовать. Какие плюсы могут быть? Какого отношения, каких поступков он к себе ждет от вас? Следующее, что мы смотрим, это чего не будет в этих отношениях. Что будет в этих отношениях? Как их можно в ближайшие полгода будет охарактеризовать? Ну и, конечно, от меня бонусом совет карт вам, что вам делать в данной ситуации. Будем смотреть. Первое, что мы смотрим, что он думает о вас. Ну, здесь можно сказать, что мысли у него о вас хорошие. Он, конечно, не только думает, но он еще и звонит и пишет. И, конечно, данная карта может означать, помимо всего прочего, общение через интернет. То есть вы занимаете достаточно большую часть его мыслей. Но он в последнее время подумывает о вашем остром язычке. Возможно, вы что-то ему сказали или как-то пошутили. Скажем так, достаточно может быть резко. В общем, это та ситуация, которая заставляет его сейчас быть несколько напряженным. Несмотря на то, что он хочет с вами общаться. Это связано, естественно, для него с некоторыми трудностями. Это вы и сами понимаете. Также он считает, что карта мага почему-то выпала на вашу ситуацию при перетасовке колоды. Ну, в принципе, маг, конечно, помимо магического воздействия, которое может быть в таких ситуациях. Но мы не делаем сейчас диагностику магического воздействия. Хотя карта может подсказать и задуматься. Карта мага может означать манипуляции, какие-то действия, которые связаны именно с активной жизненной позицией, активной позицией в конкретно взятой данной ситуации. Мы можем сказать, что человек думает о вас сейчас как об остренькой на язык. Такой даме достаточно сообразительной. Девушке, которая может резко, но по теме разговора ответить и посадить в калошу, скажем так. И он понимает, что вы, конечно, сейчас недовольны в полной мере вот этой ситуацией, которая происходит. У него есть осознание этого. Что касается чувств, то здесь чувство теплое. Это чувство, помимо того, что действительно какая-то просто связь между мужчиной и женщиной, это еще и теплое отношение, это ощущение доверия, помимо всего прочего, это еще и ощущение дружбы. И также эта карта говорит о том, что вы знакомы уже, естественно, не первый день. И он понимает, что, конечно, в этих отношениях нужно выждать еще какой-то период. Когда придет стабильность, скажем так, переждать. Нестабильный период нужно. Что касается его намерений. Ну, вы знаете, у него активных каких-то намерений, по которым бы я могла сказать, что вот все, завтра он там решится на какой-то шаг, позовет вас замуж или что-то еще такое. Нет, мы не можем этого пока сказать. Мы можем сказать, что пока что к резким переменам человек не готов. Перемены, которые есть и будут в ваших отношениях, уже наступают. Они уже начались. И они будут развиваться. То есть сейчас началась оценка той позиции, в которой находятся ваши отношения. Он, естественно, об этом задумывается. Он пытается понять, как сделать лучше, просчитать, как действовать дальше. Но сейчас это еще не означает какого бы то ни было принятого решения. Можно сказать, что в последнее время он закрылся. Он дает о себе меньше информации, чем обычно. Но наверняка есть такие события действительно в жизни, о которых он предпочитает вам не рассказывать. Что касается того, какие минусы могут быть в ваших отношениях. Но здесь мы видим две карты, они выпали у нас. Первый минус это их окончание, окончание отношений. И возможность, скажем так, неожиданной, нежелаемой беременности. Это может быть и то, и другое по отношениям. Два аркана у нас выпали. Что касается десятки мечей. Но здесь можно сказать, что может быть действительно какой-то резкий разрыв и временное даже прекращение отношений. Ну или это будут действительно какие-то достаточно серьезные разбирательства с третьими людьми. Но этих третьих людей пока ни в вашем, ни в его случае не выпадает. Что касается положительных моментов. Ну из положительных моментов, конечно, мы видим любовь. Конечно, мы видим ощущение теплое, ощущение привязанности. То, что вы рядом с этим человеком можете себя почувствовать женщиной. Что вы получаете то, чего вам так не хватает в каких-либо других отношениях в жизни. Да, вы можете почувствовать себя рядом с ним такой иногда даже слабой девочкой, с которой рядом настоящий мужчина, сильный и волевой. Мы говорим не о физической силе. Мы говорим именно о воле мужчины, который в вашем случае, он не является тираном, как мы видим. Он является скорее просто достаточно уравновешенным и вполне душевно зрелым человеком. И также склонным к проявлению власти. Также мы можем сказать, что каких-то сильных, ужасных духовных переживаний здесь не наблюдается. Но есть, конечно же, страсть и вопросы денежного характера. Выпадают у нас, о которых речь вообще не идет в данной ситуации. То есть здесь ко всему этому, скажем так, во всех этих параметрах и что касается интимной связи, что касается материальных каких-то вопросов и совместного времяпрепровождения, здесь вот каких-то страшнейших таких переживаний, ужаса, из плюсов нет. То есть вы вполне логично, вполне ясно, вполне с пониманием относитесь к создавшейся ситуации. Что касается того, что он хотел бы от вас. Ну, ему хочется, конечно, чтобы вы были более уверены. И он хочет, чтобы вы были действительно, ну, скажем так, немножечко самоутвердились. И плюс ко всему он хочет, чтобы иногда вы последнее время, скажем так, не столько ярко выражали свои эмоции. Но здесь у нас тема денег периодически пролазит по данным отношениям. Поэтому с деньгами тоже могут быть в ваших отношениях вопросы. Но, скажем так, здесь на накопительство, на деньги ложится карта игры. То есть так вот не слишком честное отношение материальное, но при этом нет никакого глобального обмана. То есть, в принципе, все, что происходит в денежной сфере, вас как пару или вас как девушку устраивает. Если есть какие-то недочеты, то они достаточно мелкие. Чего не будет в ваших отношениях в ближайшие 6-8 месяцев. И мы здесь видим, что какого-то грандиозного развития отношений, какого-то их стремления вверх по нарастающей не будет. Даже две карты выпадают. Что решение, которое будет принято в вашу пользу, например, его не будет в ближайшее время. Потому что, конечно, в данных отношениях есть элемент чужого вмешательства. То, что вы и он берете чужое, скажем так, фигурально выражаясь, все это понятно. При всем при этом, вот эти отношения нельзя было бы назвать несерьезными. Что может быть между вами в ближайшие 6-8 месяцев? Ну вот в таком режиме отношения и будут продолжаться. То есть отношения будут, когда действительно как минимум 3, а то и 4 человека в них будут задействованы. И более того, его супруга вполне возможно на сегодняшний день в полной мере не подозревает того, что происходит. Но я могу сказать вам так. В определенный момент вы можете стать жертвой данных обстоятельств. Поэтому примите какие-то меры, чтобы обезопасить себя. То есть если вы не хотите, чтобы ваш мужчина другой знал об этом, то подстрахуйтесь. Но карты говорят о том, что вы будете выходить из периода тайных отношений. То есть вот эта связь, которая имеет определенный характер, она станет практически, ну не то чтобы общедоступной, но заинтересованным людям она станет видна, понятна. И вы, скажем так, не сможете все это оставлять под покровом каким-то. Что касается характеристики этих отношений. Ну вот в этих отношениях может наступить некоторое, конечно, охлаждение. Может быть чувство одиночества, которое будет перемежаться с чувством каких-то иллюзионных, хороших таких моментов, когда вас будет действительно ваше отношение бросать то в жар, то в холод. И то вам будет казаться, что все великолепно и все хорошо. А то вы будете чувствовать себя абсолютно одинокой, как будто бы все время остановилось. И вы как будто бы вне времени и пространстве. И от этого даже можно чувствовать себя морально неуравновешенным, морально таким, скажем, раненым, больным. Вот это может быть. Но одно могу сказать, скучно вам не будет. И свой шанс вы не пропустите. Что советуют делать карты? Карты говорят вам о том, что имейте, конечно же, отношения, в которых вас ждут хорошие и добрые чувства. В которых вы испытываете к человеку доверие. Там, где вы получаете радость. Карты говорят о том, что вам просто нужно к этому человеку, сохранив сами отношения, свое отношение изменить. Не нужно надеяться на то, что они перерастут во что-то большее. А нужно понять все-таки, наверное, что вот в таком режиме отношения будут существовать. И вы можете все. Вы в данном случае маг, который может изменить все. Но это все будет внутри вас, а не снаружи. Ключевой момент в том, чтобы вы поменяли свое внутреннее отношение. Чтобы вы поняли, в чем заключается ваша радость в этих отношениях. И сохранили эту радость для себя. Но, тем не менее, не строили каких-то иллюзий. Вот этих вот, видите, за бабочкой летая. И не тянулись к каким-то звездам. Понимая, что вы имеете на самом деле. И, скажем так, понимая ценность того, что вы имеете, даже если не тянуться куда-то за журавлем. Вот та самая синица в руках на ближайшие полгода, восемь месяцев. Она, в принципе, для вас благоприятна и будет приносить вам хорошие моменты. Но проблема в том, что эти отношения отношениями только пары, скажем так, не станут в обозначенный срок. Они будут всегда говорить о том, что в этих отношениях присутствуют и будут присутствовать в оговоренный срок еще другие люди вместе с вами. И, конечно, это будет сказываться на характере данной связи. Ну, а я в любом случае желаю вам женского счастья. И от души хочу, чтобы вам была вот эта ситуация комфортной. И для того, чтобы она не наносила травму ни вам, ни окружающим вас людям. Удачи и до встречи. Всего доброго.